Привет, Страж! С тобой снова канал Трипл Вайп, я Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2 Военный Разум. Завтра, во вторник, 22 мая, в игре стартует первый для третьего сезона ивент Железное Знамя. С момента релиза игры этот режим заметно изменился, и теперь по праву может привлечь игроков провести пару-тройку вечеров в Гарнила. Продлится ивент, как обычно, неделю, и закончится с еженедельным ресетом 29 мая в 8 часов по московскому времени. Доступен он будет бесплатно для всех игроков на всех платформах. Пройдет Железное Знамя в режиме Контроль с командами по 6 игроков. В качестве наград приготовлены новые эмблемы, орнаменты, косметические атрибуты и, конечно же, новые крутые пушки. Ну или не очень, будем тестить. Система прокачки репутации у Лорда Саладина в третьем сезоне также была изменена. Теперь она схожа с другими вендорами. По ходу ивента в играх вы будете получать специальные коины. За победу в матче получите 5, за поражение 2, а за выполнение ежедневных рубежей по 15 на каждом персонаже. Сдаете эти коины Лорду и разблокируете различную награду в его ассортименте с каждым полученным рангом. Оружие анонсировано следующее. Пистолет, автомат, пистолет-пулемет, револьвер, снайперская винтовка и ракетница. Вероятно, это не полный список. И в следующее появление этого ивента, примерно через месяц, арсенал Железного Лорда будет обновлен. Конечно же, нас ждут и новые орнаменты для ивентового сета. И они просто шикарны, особенно на Охотника, посмотрите. Все, с кем я играл и говорил об этих орнаментах, как один говорили, что будут выбивать орнаменты именно на Хантера в первую очередь. Но как их выбить? Для этого на каждом фрагменте брони будут прописаны свои задания. Какими именно они будут? Для разблокировки орнамента на шлем нужно выиграть в 25 матчах ивента. Для ботинок убить 100 противников с помощью вашей суперспособности. Орнамент на перчатке откроется по достижении 15 ранга Железного Знамени. Задание на броне убить 100 противников силовым оружием. Ну а крутой орнамент на плащ станет доступен после 5 ранга Железного Знамени. Довольно стандартное задание и аналогичные им находятся на всех элементах брони других классов. Ну и моя личная радость. С приходом Железного Знамени в игру добавят новую карту. Возвращенный, а вернее обновленный Баннерфолл из первой части игры. Карта на территории Тауэра, разбитого и потрепанного после нападения Го... Гоула, да? Так его звали? Баннерфолл была моей любимой картой в Destiny 1, да и остается. Большие пространства, позволяющие вдоволь поиграть со снайперской винтовкой, держать любую дистанцию и при этом идеальная симметричность. Сколько дуэлей отыграно на этой карте, сколько матчей в Рамбл затащено, сколько каток в испытаниях вымучено. Помню, как кому-то из подписчиков помогал даже закрывать Трайлз на этой карте. Короче, приятное чувство ностальгии это то, чего не отнять. Безумно жду, когда снова окажусь на знакомых улочках. Только вот дерево красивое кабалы снесли, за это им, конечно, спасибо. Ага. В общем, как видите, сезон 3 радует нас своими предметами, локациями и новыми вызовами. Ну а на этом пока всё. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик, лайк и приходи на стримы. Расскажешь мне про то, что игра мертва, про рию старого контента расскажешь. Пообщаемся, короче. До связи. Субтитры подогнал «Симон»